всем привет друзья сегодня у нас вышло обновление 09 а это значит что мы становимся все ближе и ближе к официальному релизу игры я как обычно расскажу о самых интересных и самых важных изменениях их было довольно таки много поэтому если подробно хотите посмотреть что там появилось нового то под видео будет ссылка на эту новость где можно будет это прочитать начну с того что я пока что попал на карту вечная мерзлота только вот с этого респа с которого я еду карта собственно изменилась с противоположного респа противоположного респа добавили дополнительные ландшафты чтобы как бы сбалансировать на этой базе есть такая горка и чтобы с противоположной было что-то подобное в общем то это конечно давно надо было сделать потому что эта горка всегда была так сказать имбовая потому что с нее на стрел был всегда отличный если был хороший свет была добавлена новая карта наконец-таки называется она реактор и главной ее особенностью будет то что она большая она километр 400 на километр 400 также было добавлено целых 12 новых карт в режим пве в описании к таким классом как легкие танки bbm и истребители танков были сделаны исправления как вы помните в предыдущем патче 08 их немного особенности изменились и вот только сейчас к этому патчу изменилось и описание но к сожалению такие исправления им придется исправлять еще раз потому что я заметил сразу у того же легкого танка у легких танков в описании не написано их не особенность того что их не точность работает только на 40 процентов от максимальной скорости также как и bbm всем кто давно хотел пожаловаться на того или иного игрока неадекватного либо делающего что-то не так теперь можно нажав на его ник правой кнопкой и выбрав вот такое меню изменения коснулись интерфейса теперь как видите у снарядов появились такие значки с определенными цветами и что самое интересное появилась панель дамага так называемая то есть теперь вы можете видеть сразу сколько у вас если посмотрите вверху экрана у вас будет сразу написано сколько вы нанесли урона и сколько вы получили урона к тому же будет показываться какой противник вам нанес этот урон даже если вы его не видели когда он по вам стрелял эта панель по умолчанию выключена но можно ее включить настройках в интерфейсе правда она выглядит просто очень громоздкой и сначала но если ее подстроить сделать немного ее прозрачнее и поменьше размером то вот она до таких размеров уменьшается что в общем-то довольно неплохо выглядит убрали полностью механику легких хранений членов экипажа то есть когда они у вас загорались оранжевым таким цветом после этого ничего не происходило никак это не влияло и поэтому они это убрали спрашивается для чего было это добавлять и непонятно теперь самая бомба по моему этого патча смена орудий функция смена орудий ранее доступная только на сау реализована для всех классов техники теперь приключение между различными орудиями не будет требовать полные перезарядки боеприпаса то есть говоря по-русски теперь в начале боя у вас одновременно загружается и основные снаряды и птуры после того как вы отстреляете основные снаряды вы можете тут же переключиться на птуры птуры уже будет заряжаться не полное время перезарядки а примерно треть или четверть от этого к тому же еще в то время как вы будете стрелять птуром у вас уже в это время будет перезаряжаться основные снаряды получается вы отстреляетесь птуром к этому времени уже зарядятся основные снаряды вы переключаетесь на основные снаряды а в это время у вас уже грузятся птуры но честно говоря попахивает какой-то им бой непонятный я думаю что легкие танки и ббм теперь вообще просто будет как пулеметы стрелять со всех орудий сразу упал точнее по очереди и чувствую будет плохо всем на данный момент эта фишка работает на следующих машинах из списка продолжая тему птуров то это еще не все изменения теперь изменились условия активации предупреждения о приближающемся птуре раньше эта дальность была 600 метров теперь ее уменьшили до 400 к тому же угол предупреждения уменьшен с 10 до 8 градусов произошли интересные изменения в системе повреждений запас прочности узлов и здоровье экипажа теперь будет увеличиваться вместе с уровнем танка таким образом на всех уровнях техники вероятность нанести критический урон будет одинаковый ну видимо до этого это как-то было сделано так что на маленьких уровнях редко кто-то там загорались танки экипаж умирал а видимо туда ближе к высоким уровням это работало теперь я так понимаю это как-то сбалансировали и теперь шанс будет равный на всех видах на всех уровнях танков изменения коснулись и командиров теперь как вы видите в этом списке перечислены навыки и как они теперь будут работать также я заметил такую фишку с командирами которых я не видел в описании к линию а теперь наконец таки как только вы ставите командира тут же все эти навыки командира отражаются на ттх танка то есть на панели которая справа стороны их правой стороны выезжает все характеристики там тут же меняются то есть если вы добавили командира которого например дает плюс 10 к обзору тут же и в цеха этого танка увеличивается сам обзор то есть мы можем меня и командира тут же видеть собственно что он меняет, что он добавляет и как это будет работать единственное конечно для меня пока все еще остается вопросом как посмотреть стоковый танк, то есть без вот этих без добавления бонусов за оборудование экипаж и командира вот это пока для меня остается вопрос открытый над озвучкой также продолжают работать помимо того что исправили различные косяки со звуками добавили еще и новые звуки теперь мы их услышим когда будут попадать в разнесенную броню, когда будет детонировать ДЗ и разрушаться боеукладка, так же не обошлось и без изменений ТТХ некоторой техники, в частности апнули М60А2 я думаю многие будут рады этому, к тому же пушки малого калибра, которые до 100 мм, им увеличили пробой, в этом списке перечислены те у кого этот параметр изменился больше всего ну а у меня для вас на сегодня все не забывайте ставить лайки если хотите подписаться на канал то нажимайте на ссылку внизу экрана и до новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...